У Водьскому водохранилищу угрожает экологическая катастрофа. Уверены экологи, наш герой, пожелавший остаться неузнанным. Проблемой охраны этого объекта занимается не первые десяток лет. Его возмущает, что на протяжении двух десятилетий природоохранные зоны не были определены. За это время на берегу рек выстроили домишки и особняки. Если мы сейчас здесь будем строиться, мы будем нарушать экосистему. Вокруг всех этих водовёмов существует так называемая единая экологическая система. Естественная экологическая система. Мы, например, срубая деревья, скапывая земли, нарушаем её. Тут же всё взаимосвязано. Весь этот животный мир, весь растительный мир, это мир с собой всё связано. Если мы вторгаемся в эту среду, нарушаем её, тем самым мы наносим ущерб, бред экологической среде. Сейчас Водьское водохранилище официально под охраной. Только строительство запрещено не как в 90-х, за 500 метров до реки, а всего лишь за 30 метров. Этого очень мало считают экологи. По слухам, это дворец современного зодчества, особняк олигарха Сиганова. Построить его успели во времена, когда природоохранные зоны не были установлены. Сейчас расположение дома у реки законодательство не нарушает. Как только посадили Жубаркина, обнаружилось большое количество правонарушений в сфере экологической. Особенно касалось застройок в природоохраняемых зонах. Особенным объектом в этом смысле оказался как раз памятник Водского водохранилища, памятник природы. Здесь по берегам Водского водохранилища масса участков, где производится незаконная застройка или выкупленная незаконная. Виноваты люди и в том, что водохранилище стремительно мелеет. Чем больше ивановцев селится по берегам, тем больше появляется скважин. Каждая забирает из реки кубометры воды. Политику местных властей наш герой-эколог называет дилетантской и прогнозирует в будущем большие проблемы, если к экологии будут относиться по остаточному принципу. Эти специалисты говорят, что у нас в связи с острой нехваткой или дефицитом чистой питьевой воды возможны международные войны. Не просто конфликт, а именно войны. Где-то в 30-х годах, возможно даже в 20-х годах. У нас воды много, но чистой питьевой ее очень мало. Вот эти все фильтры, которые мы покупаем, они в общем-то не спасают нас. Праковаться у памятника природорегионального значения у Водского водохранилища автовладельцам нельзя. Запрещено разведение костров, свалка мусора. 1400 гектаров водохранилища, наконец, под охраной. Власть старательна не обращать внимания на экологию. Она начинает обращать внимания на экологию только тогда, когда она уже вылезает наружу. Скажем, как в Заложском районе, там, где химические отходы складируют, и они скоро вылезутся в Волку. У нас рядом с Ивановым, слава богу, конечно, такого нет. Но не исключено, что будет. По мнению нашего героя, антропогенная нагрузка на водоем увеличилась до опасной отметки уже давно. Задача властей теперь не допустить нового строительства, иначе город рискует остаться без воды.